По мере того, как два южнокавказских государства, Азербайджан и Армения, приближаются к финишной черте, которая ознаменует подписание долгожданного для обоих народов мирного соглашения, всё более отчётливее начинают вырисовываться последние штрихи и контуры окончательных условий, без которых, согласитесь, мир невозможен или, по крайней мере, недолговечен. Всем известно, что в основе конфликта между двумя государствами лежат территориальные претензии Армении и эридентистская идеология армянской элиты, как политической, так и, увы, общественной. Несмотря на фейковые домыслы, Азербайджан никогда не выдвигал территориальных претензий ни к одному из соседей. Да, у нас в стране помнят историю. Знают, как выглядела карта Первой демократической республики на Востоке, как выглядели тюркские империи Атабеков, Аггойонлу, Гарагойонлу, Сефевидов, Авшаров, Гаджаров. Хорошо у нас осведомлены также об ареале расселения этнических азербайджанских тюрок. Знать и говорить об этом вовсе не предосудительно. В конце концов, это историческое прошлое, а в плане регионов проживания нашего народа это реальность, которую бессмысленно отрицать. Однако констатация сугубо академических фактов, как исторических, так и относящихся к нашим дням, не означает политизацию вопроса или предъявлениях кому бы то ни было территориальных претензий. Недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мерзаян попытался отзеркалить конституции своей страны и Азербайджана. По этому поводу Калибр уже выступил с отдельным репортажем, в котором доходчиво объяснил соседям, что правоприемственность вовсе не предполагает территориальный иридентизм. И примеров тому много. Допустим, та же Российская Федерация, которая провозгласила себя правоприемником как СССР, так и Российской Империи, которые, как мы знаем, были по своей территории намного больше сегодняшней Российской Федерации, ведь не означает провозглашенная правоприемственность какие-то далеко идущие претензии нынешнего руководства в Кремле, на территории, допустим, Польши, Финляндии или остальных ныне независимых бывших советских республик, когда-то входивших в состав как царской России, так и союзного государства. Можно привести и другие примеры. Допустим, Турция и Османская Империя, Исламская Республика Ирана, государство Каджаров или даже Шахский Иран. Сегодняшние страны Балтии и те, что были в Прибалтике до Второй мировой войны. Примеров много. Но ведь правоприемство не предполагает территориальных претензий. Как было отмечено в упомянутом выпуске «Калибра», правоприемство означает продолжение политических традиций. В этом смысле опасения и претензий главы МИД по поводу Конституции Азербайджана безосновательны, в то время как основной закон самой Армении содержит неприкрытые именно территориальные претензии к нашей стране. И не только к нам. Поэтому совершенно неудивительным стало заявление президента Азербайджана Льхама Алиева, озвученной им 6 июня в ходе его встречи с главами парламентов стран членов парламентской ассамблеи Тюркских государств. Тюрк БАР Ерменистан-Азербайджан прosesи ла баѓли, ону дея билерам ки, бис hesаб едираѓ ки, бир неча очиқ олан месела халя да калмақтадыр. Онлардан бири Ерменистанин конституциаси, анайасаси, ки, ора да Азербайджана карши эраци иддиялары бар. Тем самым президент недвусмысленно дал понять, что попытки зазеркаливания двух конституций обречены на провал. Азербайджанское государство никогда официально не предъявляло никаких претензий к соседям. В то время как преамбула конституции Армении, как мы уже не раз отмечали, содержит ссылку на декларацию о независимости Армении от 23 августа 1990 года, в которой имеются самые, что ни на есть оголённые претензии на Карабах. Термин «западная Армения», который значится в упомянутой декларации, также несёт в себе элементы территориальных претензий к соседней Турции, разумеется, если под ним не подразумевают западные морзы сегодняшней республики Армения. Но ведь всем-то и без дополнительных пояснений хорошо известно, что если в одной и той же статье декларации одновременно говорится как о вымышленном геноциде в османской Турции, так и о так называемой «западной Армении», то под последней фразой подразумевается именно территория Турции, а не, допустим, Ширакская область Армении. Как два союзных и братских государства, Турция и Азербайджан не могут установить дипломатические отношения с Арменией, пока та имеет претензии к одной из наших стран. Поэтому посыл президента был озвучен максимально прямолинейно, не оставляя армянской стороне пространства для спекуляций. Наконец, мир с Арменией возможен только тогда, когда Армения на деле продемонстрирует свою искренность и докажет, что не собирается в будущем реанимировать уже закрытый вопрос о принадлежности Карабаха. В Минск-группе нет никаких проблем, он не может установить его. Мы, он ее выполняет показать, мы, де-факто, мы не можем не иметь. В Минск-группе, мы, который, мы, 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 Добавить к этому нечего. Сказанное президентом Азербайджана не просто логично, но и безальтернативно. Мы не можем оставить нашим следующим поколениям приоткрытую форточку возможных будущих претензий. Мир возможен только тогда, когда оба государства совместно обратятся к международному сообществу о закрытии этой темы навсегда. Иначе останется недоверие. А мир, в условиях сохраняющегося недоверия, недолговечен. Оставлять лазейки, чтобы Армения через них ввергла наши следующие поколения в омут конфликта, мы не намерены.